МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. Устудую Сергей Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Зимовый запас. В столичном регионе на межсезонный период наректуются больше городины и садовины. Овощи идут как от фермерских хозяйств, так и от населения. Тепловый ресурс. Котельню на доходах вытворчести запустили на Новосверженском лесозаводе у Сталпцовском районе. Чем больше мы будем загружать это оборудование, тем больше будет отдача. Инвестиции у экономию. Наш репортаж. Поделись о Добренюй. Мобильные группы допомоги инвалидам и одиноким людям створены на Воложенщине. Вы можете найти здесь все контакты и телефоны, позвонить. Мы вас проконсультируем, окажем нужную вам помощь. Допомога по адресе. Репортаж Татьяны Крыштофович. Зимовый запас в столичном регионе на межсезонный период наректуются на 10% больше городины и садовины, чем летесь. Стопфонды будут сформированы до 15 листопада. Назапашивают бульбу, капусту, цыбулю, моркву, бураки. Усяго, каля 15 тысяч тонн серега с продукцией. Так накречене плануют наректовать 450 тонн городины и садовины. Схобящих заполнить уже до 1 листопада. Таким чином, жахары района будут запечены необходимыми витаминами до мая наступного года. Мы принимаем от населения практически всю продукцию. Есть и сельское хозяйство СПК, с которым мы работаем постоянно. Овощи идут как и от фермерских хозяйств, так и от населения. У нас позволяют мощности это все положить у себя. Плюс у нас три камеры с климат-контролем. Это для лука, для капусты, и щекла, и морковь. Сегодня сельскохозяйственную продукцию можно набыть на сезонных кермашах. Ближайшие из них отбудутся 25-я Кострышникова Слуцкого, 26-я Гоня Свежа. Дарочи свою городненную и садовину будут продавать не только нарыхтовшие предприемства, но и фермеры. Тепловый ресурс скотельню на дравляной коры запустили на Новосверженском лесозаводе в Сталкцовском районе. На древопроцовшем предприемстве год тому завершили модернизацию. С того часа объемы выпуску продукции повеличились у троя. Существует обстаревание позволяет заработать вытворчесть безыдохотной. Инвестиции, экономию. Наш репортаж. Обновленная вытворчесть працует как годинник. На новых линиях ручная праца стала меньше складанной. И дыхать легче, а дыходы вытворчести не разлетаются по цеху, а працуют на экономику. Работа довольно-таки несложная. Более автоматически, чем вручную. Копилки все идут в бункер, а там уже дальше на дальнейшее производство. Горы Дранки для предприемства – додатковая крыница прибытку. А доходы вытворчести продают на экспорт. Знайшли применение и дровляной коры. Новая котельня працует выключено на этой сыровине. Эта линия сортировки – головный мозг предприемства. Компьютер распознает по мер каждого древа и накировывает сыровину в разные кишени. Могутная техника позволяет худко позбавить древо природной оболонки. Я еще несколько лет тому про такое тут только марили. Ее как бы вообще не снималось, у нас на предприятии этого не было. А после внедрения вот этой линии, значит, кора снимается и идет на котель. За працей складанного механизма сочить один человек. Техника не подводить, хоть и сядеть на месте не доводится. В принципе, техника работает безотказно. Так что, ну, посмотреть надо. И тогда, да, приходится побегать. То брону застроит, то диаметр, а тот не пролазит. Кора древа поступает у котел. Процесс тут так само автоматизованный. Тепло махрыгает целиком, забеспечивая вытворчесть. Усе цехи и семь могутных сушильных установок. До того же котельная целиком отправляет потребованиям экологии. Попел не выкидывается у поветра, а выдаляется автоматично. Здесь дымоводоление сделано, это по европейским стандартам. То есть никаких практически отходов нет. Все остается в котельной и потом выводится в твердом виде на захоронение. За працей котельной сочить операторы Жанчины. Их задача не подкидать поленьи, а подтримливать горадшую господарку у Чистени. Подметаю, убираю, пыль вытираю. Все, стараемся, чтобы было чисто, красиво и тепло, конечно. Экономичный эффект от працы котельной тут отшули отразу. Правда, по кулях рыгат заденечный не на полную могутность. Коэффициент корыстного деяния напрямую залежит от объема вытворчести. Если мы будем сейчас увеличивать наш объем производства, будем наращивать, будем внедрять что-то еще новое, конечно, чем больше мы будем загружать это оборудование, тем больше будет отдача от него. Лидия Винскевич, Сергей Манько, Игорь Сянюта, Минщина. До надзвучайных здарений у непотушенная цигарета позбавила даху над головой двух же хору Смолевицкого района. Пожар отбылся в везцы Усиш. Полами худка охопила цагряный будынок и амальцалком знищила его. Дах обрынулся. В доме находились господине и ее 26-ти годовый сын. Жаншина отрымала опеки первой и другой ступени. Хлопец не поцерпел. Поделиться добрыней. Мобильная группа допомоги инвалидам и одиноким людям в Створно-Воложенском районе. У доброчинной отрады выходят разные специалисты. Это работники социального центра, психологи, супрационники, МНС, юристы и наводцы рульники. И они объезжают отдаленные населенные пункты. Кабнитурки доведутся о проблемах вязковцев, а ли оперативно их вырешить. Допомога придет по адресу. Репортаж Татьяна Криштофович. Вы можете найти здесь все контактные телефоны, позвонить, мы вас проконсультируем, окажем нужную вам помощь. Эта группа створена для допомоги инвалидам и сталым людям. Тым, кто застался с усим. Один, каким необходим подтримка и клопот. Выходят в структуру работники социального центра, психологи, супрационники МНС, юристы и наводцы рульники. Думаю, все простые структы. Модельные, конечно, здесь мало делают. В основном все длинные волосики. Их задача выявить усе проблемы, выслухать людей и допомогать у каждого специалиста своя миссия. Например, перед холодами супрационники МНС проверяют печное тепление. Не оставляйте вещи на плече, на плече. Нет, я не знаю. Выбирайте при топке печень. Все закрывается у вас тут. Притопочный лист. В принципе, у вас имеется... Ранее везка Гербеняты шумела на усеного околе. Сорок дому, школа, магазин. На улице улучшали детячие голосы. Все лет и застались одни пенсионеры. Некоторым и поговорить не мазки. Психолог у этой ситуации в иратовании. Здесь очень образованные бабушки, которые... О, психолог, мне нужен психолог, хочу поговорить с психологом. Иногда просто, ну, как человек. Начинаем просто что-то расспрашивать. Люди живут в маленьких деревнях. Порой у многих нет детей или они очень далеко находятся. Им важно, чтобы просто приехал новый человек, он может с ним поговорить. Можно, вот это вот. Глядь, я с тобой возьму. В отдаленной везке доставляют и специальную гуманитарную допомогу. А день и обуток – все по сезону. Ванда Ивановна обновила свой гардероб. У Владислава Брониславовна опранула и себе, и дочку инвалида. Ой, как нам нравится, как нам нравится, что вы приехали, что не забыли нашей вёсочке этой. Одежду такую, спасибо. Мы что-нибудь себе подобрали, выбрали для себя. Всем этим гражданам была оказана гуманитарная помощь, психологическая помощь. Некоторые воспользовались помощью, консультацией юриста. А также 21 человек воспользовались услугой парикмахера. Мобильные группы уже наведали 400 одиноких людей. Целком отпрацованы 60 населенных пунктов. Охоплены у всех хуторы. Шмат-профильная группа будет працовать и в наступном уходе. Татьяна Кристофович, Алексей Кулупанко, Минщина. Радость у кожный дом. У районах в области ладят святые вёски. Населенные пункты доброго парадку эти местовые жахары презентуют в своей подворке. На Столбцовщине святочную эстафету приняли жахары вёски Литва. Настыршка в першине узгадывается в 1736 году. У той час тут наличивалось и 26 подворков, и 60 человек. Сегодня тут 8 десятков домов, и колястя 70 постоянных жахаров. У летней пиры населенство повеличивается у троя за кошт дачников. У вёсцы наряжена инфраструктура со столицей жахаров, излучая рейсовый автобус. До свята у вёсочцы позбавились о незанятбалах Будынкова, провели у парадок в улице. Такие праздники нужны, они не то что объединяют, а вдохновляют жителей на поддержание того же парадка. Да и общение между жителями, вот они собрались в клубе, прослушали музыкальную программу, посмотрели друг на дружку, посмотрели на тех, кого участвуют. И в будущем, я думаю, что захочется им принять также активное участие, чтобы выставить своё подворье в самом лучшем виде. Сдавна вёска славилась опорцовитыми людьми на связи от наших лепших господаров. На большинстве подворков не только летом, а и осенью растут кветки, некоторые жахары сдауляют гостей незвычайными драуляными скульптурами. И на этом у меня всё. Доброго вам настрою и до встречи!